Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по игре Американ Тракт Симулятор. Это рубрика обзора модов и сегодня у нас на обзоре платный мод МАК Титан. Перед обзором, друзья, я хочу вам сказать, что данные видео, я имею ввиду обзоры платных модов, создаются только лишь с одной целью, с целью демонстрации возможностей того или иного мода. Я ни в коем образе не состою в каком-то сговоре с авторами модов, они мне просто их присылают, я просто делаю на них обзор. Все, на этом мои взаимоотношения, скажем так, с авторами модов платных заканчиваются ни больше, ни меньше. Поэтому, ребята, огромная просьба, освободите, пожалуйста, мои комментарии, комментарии к обзорам платных модов, я имею ввиду, от комментариев по типу того, что, мол, вот это дорого и так далее, и так далее, и так далее. Я никоим образом не участвую в ценообразовании, в ценовой политике, я никак на нее не влияю, даже бы если как-то очень хотел это сделать, меня бы просто послали лесом, потому что каждый автор оценивает свой труд настолько, настолько он считает нужным. Но перед тем, как мы посмотрим на этот мод, я хочу порекомендовать вам один очень полезный сервис. А рассказать я хочу о сервисе Купикод. Купикод — это огромная игровая система, где кроме безопасного и надежного пополнения вашего Steam аккаунта, вы также сможете принять участие в регулярно проводимых турнирах и конкурсах. Пополнение вашего Steam аккаунта происходит в три простых действия. Для начала вам нужно ввести логин от вашего Steam аккаунта, затем необходимо ввести сумму, а на третьем этапе вам необходимо ввести мой промокод ALIVE. К пополнению доступны аккаунты многих регионов, в том числе и казахского. Также на Купикод вы сможете приобрести игры, которые недоступны в российском регионе. Это означает то, что вам не нужно будет заморачиваться со смены региона, и игра после оплаты будет отправлена вам напрямую на ваш аккаунт. Ну и самое главное то, что Купикод не запрашивает пароли от ваших аккаунтов, что гарантированно обезопасит вас и ваш аккаунт. Ну а все необходимые ссылки на данный сервис вы найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Пополняйте свой Steam без проблем. Итак, для начала давайте посмотрим на внешнюю модель. Какими-то чертами она на самом деле напоминает Mac Vision, ну либо Mac Pinnacle. Вот который у нас был на предыдущем обзоре. Ну на самом деле можно сказать то, что они чем-то похожи. Единственное, только быть может у Титана мордашка немножко такая плоская, да, ровная, чуть более квадратная. А у Vision, ну либо у Pinnacle, кому как, она такая более закругленная и, по-моему, чуть более широкая. Ну а так в остальном плюс-минус это, ребята, Mac рабочая лошадка. Машинка сделана на достойном уровне, я хочу сказать. Действительно проработка шасси, рамы, кабины, подкабинного пространства, в частности, на высочайшем уровне. Что же по тюнингу? По кабинам у нас две кабины. Это D-Cap и вот такой маленький слиперочек. Ну это вот буквально куда-то, видимо, на короткие расстояния ездить. Но для начала посмотрим на D-Cap. По шасси, что у нас есть? 6х4, два варианта, то есть просто обычная рама и рама, крашенная под цвет кузова. Также у нас есть вариант 8х4, где вот эта ось, которая добавляется сюда, она у нас, во-первых, двухскатной ошиновки. И, во-вторых, она у нас поднимается. Ну и то же самое, да, только здесь у нас рама, опять же, повторюсь, крашенная. По двигателям. Здесь у нас стандартный набор, как я полагаю, все то же самое, что мы с вами могли видеть на Vision, либо на Pinnacle. Все то же самое, тот же самый набор движков. Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, DD, ну это тот же самый Detroit Diesel, только посвежее. Caterpillar и так далее, и так далее, и так далее. Даже маковские и покаровские движки здесь у нас присутствуют. Ну, допустим, у нас сейчас стоит Cummins, и он у нас красный. А давайте мы поставим Mac. Ага, ничего не меняется. То есть, ага, я понял, в эту сторону реалистичность, к сожалению, не заглядывала. Ну, ладно. Коробки передач. Здесь у нас исключительно Ethan Fuller. Никаких маковских коробок здесь у нас нет. По салону. Салон у нас свой, похож, опять же, на тот, который у нас был в Vision, либо в Pinnacle. Также практически там было плюс-минус также. Только, может быть, кнопочки там чуть-чуть по-другому выглядели и так далее. Но, тем не менее, все равно салон здесь у нас достаточно высоко детализированный, я хочу сказать. Текстуры приятные. Видно, где резина, где пластик, где алюминий, где кожа и так далее, и так далее, и так далее. Это здорово на самом деле. По покраске кузова, по покраске кабины, простите, она поддерживается. Это естественно. Есть заранее какие-то подготовленные цвета. Также можете в металлик перекрасить. Ну, то есть, в принципе, все как обычно. По тюняхам. Давайте смотреть. Колес у нас новых никаких нет. От фондера у нас могут быть либо пластик, либо хром. Также этот уголочек у нас может быть либо окрашен под цвет кузова, либо может он у нас быть пластиковым. Хромированная накладочка под кабиной, она у нас никуда не пропадает, несмотря на то, что у нас есть крестик, типа якобы с возможностью ее удалить. Но также мы ее все дело можем сделать под пластик. Воздушные фильтра мы можем сделать на австралийский манер. Посмотрите, как это классно смотрится. Ну, и здесь сверху, как я понимаю, вот эта кепочка, да, она у нас тоже меняется. Ну, и обычные фильтра, к которым мы уже точнее привыкли. Два типа ручки. Хром, либо пластик. Та же самая история у нас идет с зеркалами. Вот эта ручка для того, чтобы залазить в кабину тоже либо хром, либо черная. Дальше здесь у нас меняется непосредственно сама вот эта насадка, накладка, наглушитель. Да, мы видим то, что у нас здесь маковские собачки. Здесь она вот такая, здесь она вот такая и здесь она вот такая. Но с собачками, кстати, смотрится на самом деле очень прикольно. Далее здесь по низу у нас не меняются никаким образом топливные баки и так далее. Вот как есть, так и есть. Но их можно сделать матовыми, черными. Это очень интересно. Само крепление задних фендеров так же либо под покраску, либо просто обычное черное. Ну и сами фендера. Их тут очень, ребята, много. И опять же, кастом есть. И просто обычный, к которому мы уже привыкли. И вот такие дьюси. Есть и под пластик типа якобы. Даже вот такой дек у нас имеется. То есть полностью все это закрывается. Ну это прям какая-то уже строительная у нас получается техника. Но тем не менее, все равно даже эти предпочтения были здесь учтены. Что у нас за кабиной? Давайте аккуратненько мы повернемся сюда. Здесь у нас можно поменять выхлопные трубы. Вот так вот они у нас меняются. Здесь в этом месте у нас меняется стойка выхлопных труб, если хотите. Ну и здесь за кабиной мы можем поставить вот такую замечательную стенку. Ну это чтобы в случае чего-то при резком торможении, чтобы груз сквозь кабину не прошел. Помимо этого, здесь у нас есть возможность установить вот такую замечательную установку с лебедкой. Не знаю для чего, зачем. Ну может быть под эвакуацию кто-то типа эту машину захочет сделать. Также есть вот такой тулбакс у нас огромный. Потому что здесь в принципе никаких тулбаксов у нас нет. Ну и также у нас можно установить сюда запасочку. В задней части, чтобы поменять какие-то задние бампера, крылья и так далее, мы разворачиваем камеру, нажимаем и смотрим, что у нас есть. Давайте смотреть. Вот такой вариант бампера. Вот такой, вот такой и пошло-поехало. Обычные или околообычные или околостандартные крепления. И на них уже мы сможем поменять, как мы видим, вот эти самые брызговички. Их тут очень-очень-очень-очень много. По кабине давайте посмотрим, какой тюнинг у нас есть. Пойдем, наверное, сверху. Это у нас вот такой лайт бар. Фар, она же мигалка. Здесь у нас стоят дудочки. Но в случае чего мы их можем удалить и по своему собственному порядку их поставить. Здесь адаптеры, лайт адаптеры. Ну, я надеюсь, вы знаете, что это такое. Лампочки на кабину, проще говоря. Козырьки двух типов. Ну и, кстати, козырек можно снять. Мухобойки. Тоже можно установить. Также у нас меняется собачка. Дальше, чуть ниже, мы можем поменять решетку радиатора вместе с окантовкой вокруг фар. Заметьте. Здесь у нас логотип на решетке радиатора. Его также можно в случае чего убрать. Ну и сама решетка радиатора. Очень много различных вариантов. Здесь у нас различная ячейка, различный материал изготовления. Я думаю, что те ребята, которые любят кастом, они тут прям поковыряются надолго. Фары можно сделать с светлой маской, либо с темной. Ну и передний бампер. Передних бамперов, ребята, здесь просто какое-то невероятное множество. Они и хромированные, и под алюминий, и крашенные, и с надписью MAC, и без надписи MAC. То есть здесь их просто дофига. Я вот устал уже их перечислять на самом деле. Вы посмотрите, сколько их тут много. Просто офонареть. Ну реально, если вы фанатеете по вот этой марке, по именно этой модели, я думаю, что здесь под себя вы 100% что-нибудь дособерете. Так, давайте теперь мы с вами поменяем на большую кабину, чтобы посмотреть, что у нас здесь интересного добавляется. По точкам ничего нового у нас не появилось от слова совсем. По мордахе осталось все то же самое. Абсолютно. Да, абсолютно, ребята. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Даже просто дек, который тут у нас стоял, он просто переехал за счет спалки, и все. Ровным счетом у нас тут ничего абсолютно не поменялось. По салону давайте посмотрим. Кстати, салон, да, со спалкой выглядит вот так. Аккуратненько все максимально аккуратненько сделано. Здесь у нас вот такая установка. Тут и климат, и зарядка, и все-все-все-все-все-все, чтобы сюда не лазить. Ну, по салону давайте смотреть. Руль у нас один. Также у нас тянутся думисы, к сожалению, снаружи, но это проблема именно игр. Тут авторы модов практически ничего не могут сделать. Это все у нас мы видели снаружи. Два типа навигатора у нас можно поставить. Здесь у нас тоже можно сюда воткнуть GPS. Кстати, удобно. Не хотите засирать лобаж? А здесь у нас простая комплектация, не ставится монитор, ничего. Просто обычный навигатор. Хлоп, поставили, отлично. Здесь у нас освежители воздуха, предметы какие-либо на приборочку. Сисл, как мы видим, тоже поддерживается. То есть, что-то вы можете туда кинуть. Здесь чуть повыше у нас можно козыречек поставить, либо убрать. Ну, и здесь у нас идут висячие предметы. Пожалуйста, тоже все из стим инвентаря. То, что у вас есть, сюда подтянется. Эти фильтра мы с вами видели. Здесь у нас небольшой тюнинг пола. Здесь тюнинг подстаканничка. Небольшой тюнинг сиденья. Сами сиденья у нас не меняются. Ну, и тюнинга с палки у нас никакого нет. Ну, что, господа, теперь я предлагаю отправиться на тест-драйв и посмотреть на этот тягач непосредственно в игре. Итак, ночные тесты. Подаем питание. Оживает навигация. Естественно, приборка, бортовой компьютер, часы. Включаем габариты. Такая приятная белая подсветка. По-моему, такая же у нас идет на дефолтном мане. Ближний свет фар. Ну, и, соответственно, дальний. Традиционно американские траки не умеют светить. Фары полный отстой. Ну, в принципе, мы к этому все уже привыкли, поэтому бубнить на этот счет, я думаю, нет абсолютно никакого смысла. Когда машина у нас на включенном питании, снаружи она себя никак не выдает. На габаритах вот так она у нас начинает подсвечиваться. Смотрите, как прикольно лайтмаск смотрится. Аварийка. Отдельными лампочками все у нас зашито. Сзади, пожалуйста, все это у нас тоже моргает. Работает. Ближний свет, дальний свет. Вот, в принципе, и все. Больше здесь ровным счетом показывать нечего, поэтому ждем дождливое утро. Дождливое утро. Давайте проверим дворники. Первое положение это у нас датчик дождя. Второе положение постоянная работа дворников. Отлично справляются со своей задачей. Ну, и второй режим это то же самое. Постоянный, но уже чуть более быстрый. По стеклоподъемникам давайте поглядим. Спокойненько все это дело у нас опускается. Спокой гром. Давайте быстрее закроем. И также спокойненько это все поднимается. Отлично. Клавиша у нас, скорее всего, спрятана за рулем. На левый стеклоподъемник, а вот на правый. Вот она работает. И совершенно спокойно у нас стеклышко поднимается. Навигация, как мы видим, работает без проблем. Клавиша блокировки. Работает. Хорошо. Тюльпаны работают. Индикация появляется. Стрелочки индикации тоже у нас работают. По освещению давайте посмотрим. Ага, вот у нас. Странно. На кабинном освещении, то есть, когда я включаю фары, включается клавиша кабинного освещения. Интересно. Но дальний в то же время на этой кнопке. Ну, странно как-то на самом деле. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Интересненько. Интересненько. Бортовой компьютер у нас полностью, опять же, с Mac-а Anthem. Поэтому здесь ничего нового мы с вами не увидим. Так, давайте мы выключим дождь, чтобы он нам тут не барабанил и не мешал. По настройке сидения все сразу скинем в дефолт. Спокойненько это у нас регулируется. Но назад все. Больше мы, к сожалению, уже не отъедем. Поэтому, если вам нравится, чтобы у вас зеркала вот были перед лицом, как на Европе, то придется вам крутить с фовом. Хотя зеркала стоят правильно, как на реальном автомобиле. Руль максимально опущен. Также мы можем приподнять его немножечко повыше. И также мы можем его туда утопить по высоте, скажем так, опустить немножечко вниз. Ну, вот, в принципе, как бы вроде и все. Зеркала. Только давайте еще посмотрим. Левое зеркало. Отлично. Малое левое. Отлично. Капот левый, капот правый отсутствует. Бокового зеркала у нас также нет. Правое зеркало. Хорошо. Хорошо. Малое правое. Хорошо. Тоже каким-никаким регулировкам оно подвергается. В настройке фар давайте габариты ближние включим, чтобы у нас заработала подсветка приборов. Да, она у нас тоже, пожалуйста, работает. Давайте запустим двигатель. Ага. Ну, звуки, по-моему, стандартные, маковские у него. Пневмоподвесочка. Поднимаем. Ага. Поднимаем. И опускаем ее в транспортное. Косяки с тенями. Под колесами видно, да. У нас немножечко тени нужно опустить. Сзади, по-моему, то же самое. Так, ну что, давайте попробуем прокатиться. Да. Звук турбы только у него такой поинтереснее. Видно, как его клонит, как он весь играет. Бульдог на капоте смотрится, как будто из Майнкрафта какая-то фигурка. Короче, звуки те же самые, что и у Вижена, он же Пиннакл. А один в один все то же самое. Ну, в остальном, ребята, я тогда не вижу смысла вас задерживать, потому что по звуковой составляющей, опять же, повторюсь, все то же самое, то, что мы с вами видели в предыдущем моде. Ну, в принципе, это даже нормально, по той простой причине, то, что это автомобили от одного семейства, от одного производителя, скажем так, да. Ясно, понятно то, что у них одинаковая гамма моторов, естественно, у них будут одинаковые звуки. В общем, господа, на этом тогда все. Спасибо вам всем огромнейшее за внимание. Спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Покупать, либо не покупать данный мод, решаете вы сами, еще раз повторюсь. Я никоим образом на это не могу повлиять, так что окончательное решение о покупке принимайте уже, пожалуйста, самостоятельно. Я всегда остаюсь нейтральным, если вижу какие-то косяки, я про них говорю. Но, как правило, авторы достаточно быстро подобного рода косяки, вот как вот с клавишами, да, анимации включаются немножко не те. Они правятся достаточно легко буквально следующим патчем. И вполне возможно то, что если вы купите все-таки этот мод, скачаете, у вас уже этого косяка не будет. Все, ребят, еще раз всем огромное спасибо. Не забывайте поставить лайк, не забывайте написать любой комментарий для продвижения данного видео в рекомендации. Ну, а меня просто поддержите подпиской на канал. А на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями и до скорых встреч.